Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Книга и вы смотрите новости Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите. Началось отключение горячего водоснабжения в жилых домах для проведения плановых работ. Как и любое оборудование, абсолютно любое, и котельное, и насосное оборудование требует периодического обслуживания. Виденский перинатальный центр отметил очередной день рождения. Он известен в Подмосковье, его любят вся Россия. На трассе «Казачий дозор» в деревне Горки состоялось первенство округа по мотокроссу. Во всем помогают, чинят, мотики подкатывают. В Ленинском городском округе началось отключение горячего водоснабжения в жилых домах для проведения плановых работ. Почему временное прекращение подачи воды необходимо и как долго будет производиться профилактика, узнала Инга Янчук. Летом традиционно происходит плановое отключение горячей воды. Для жителей этот период связан с определенным дискомфортом. Однако процесс приостановки горячего водоснабжения является крайне важной процедурой. Как и любое оборудование, абсолютно любое, и котельное, и насосное оборудование требует периодического обслуживания в своем периоде эксплуатации. Раз в год мы останавливаем, проверяем на прочность котлы, сделаем ревизию насосов. Если раньше эта процедура занимала две недели, то сейчас котельные проводят все работы в срок от 6 до 10 дней. Ревизия котельного оборудования, на фоне чьих мы находимся, мы проводим гидравлические испытания, промывки. В случае, если гидравлика проходит неуспешно, мы котлы ремонтируем и готовим к топительному сезону. Также проводится ревизия теплообменного оборудования, который уже готовит непосредственно горячую воду, насосного оборудования. Подготовку химводоочистки, химводоподготовки – это установка, которая из обычной водопроводной воды готовит мягкую воду для того, чтобы в котлах, и в тепловых сетях, и в теплообменниках не было накипи. На данный момент подачу горячего водоснабжения на 10-дневный период прекратили котельные в Суханове и в селе Остров. С 3 по 10 июня в них будут проводиться плановые работы. У нас находится на балансе его эксплуатации 27 котельных, 18 из которых снабжают именно горячей водой. Все 18 в определенные промежутки времени будут остановлены, не все сразу, а по очереди. Ознакомиться с графиком отключения горячего водоснабжения можно на сайте администрации Ленинского округа. Инга Янчук, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видна ТВ. Не в первый раз сотрудники территориального отдела «Видное 6-й микрорайон» выходят на прямую связь с участниками СВО и оказывают адресную помощь на линию фронта. Подробнее расскажем в нашем сюжете. Передача помощи для участников СВО состоялась в помещении территориального отдела «Видное 6-й микрорайон». В груз вошли продукты питания, одежда, средства личной гигиены, медикаменты и инструменты. Например, скальпели, которые нужны для полевого госпиталя. Там в непростых условиях оказывают экстренную помощь раненым бойцам. В сборе и формировании участвовали предприниматели, неравнодушные жители муниципалитета и активисты. Сотрудники территориального отдела и представители местного отделения партии «Единая Россия» встретились с руководителем ленинского отделения боевого братства для передачи груза. Там есть генераторы, там есть бензопилы. С помощью бензопил ребята делают, как говорится, опорные пункты, блиндажи. Это все-таки быстрее работать бензопилой, чем топором и ножовкой. На передовом плане в основном попадается акация. Она по плотности как дуб, очень плотная. Наиболее остро сейчас нужны комплектующие для средств радиоэлектронной борьбы. Приборы ночного видения, которые могут спасти не одну, а сотни жизней. Мы собираем от жителей, все принимают участие, начиная от бабушек и заканчивая нашими коммерсантами. То есть равнодушных мало, все стараются чем-то помочь. За два года Владимир Песоченко и волонтеры Ленинского городского округа сопроводили в зону СВО около 100 тонн гуманитарного груза. Помочь может каждый. Для этого следует обратиться в территориальный отдел, где вы сможете узнать перечень предметов первой необходимости. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. 11-летие отметил Видновский перинатальный центр, заведение которым по праву гордится Ленинский городской округ. Событие традиционно отмечается в начале июня и приглашают на него тех, кто родился в его стенах в разные годы. Максим Козлов расскажет о празднике. Строго говоря, зданию, во дворе которого развернулся сегодня праздник, почти 40 лет. Раньше здесь размещался родильный дом, который 11 лет назад получил статус перинатального центра. Уже нет такой организации СУ-93. Я тоже принимал участие в строительстве этого роддома. Вот это да. Внес свою лепту, так сказать, в дар нашему городу. Вот такой построили прекрасный родительный роддом для наших жителей. Благодаря уникальным технологиям центр работает не только для жителей Ленинского округа, но и для всей России. Почти 30% родов приняты у женщин из других субъектов Российской Федерации. Он известен в Подмосковье, его любит вся Россия, потому что рождаются здесь детки и разлетаются со своими мамочками по всей России со словами благодарности. Сегодня Видновский перинатальный центр – это современные технологии и команда профессионалов высочайшего класса, совмещающих практическую работу и научную деятельность. Этот праздник нам дает вдохновение и дальше работать, и работать, и работать. Мы видим, как и дети к нам приходят, как все счастливы. Мы этому очень рады. Традиционно на праздник в честь дня рождения перинатального центра приглашены мамы и детки, которые появились в стенах лечебного учреждения. За почти 40-летнюю историю заведения здесь родилось более 126 тысяч детей. Учреждение ежегодно входит в число лучших перинатальных центров России. И не только за счет внедрения уникальных технологий, но и благодаря отношению персонала к мамам и маленьким пациентам. Отношения шикарные. И когда говорили уже, ну как, пойдешь еще за вторым, я говорила, если к вам, с удовольствием. Потому что отношения к детям, к мамам, такое душевное, ну вот не чувствовалось, что ты одна. Лечебное учреждение ни на минуту не останавливается в росте и развитии. В этот день здесь были открыты еще два отделения – Центр грудного скармливания и Центр реабилитации новорожденных и недоношенных детей. Воздушно, давай. Максим Козлов, Ольга Садовская. Видное ТВ. По выходным на регулярной основе в парке Опаренке Видновская клиническая больница будет проводить диспансеризацию взрослого населения. Мобильный медпункт будет размещен в здании лыжной базы. Врачи будут принимать пациентов с 10 до 13 часов. Все желающие смогут пройти следующее исследование – измерение роста и веса, измерение артериального давления, лабораторное исследование крови, ЭКГ, внутриглазное давление. Предварительная запись не требуется. С собой необходимо иметь полис ОМС, СНИЛС и паспорт. В рамках профилактического мероприятия «Внимание, дети!» сотрудниками госавтоинспекции по Ленинскому городскому округу проведен день профилактики детского дорожно-транспортного травматизма детям Подмосковья безопасной дороги. На территории автогородка в Центральном парке города Видное сотрудниками группы пропаганды безопасности дорожного движения совместно с Центром детского творчества «Импульс» для воспитанников дошкольного отделения Видневской школы номер один была проведена викторина на знание правил дорожного движения. В игровой форме с ребятами разобрали некоторые ситуации на дороге, а также напомнили о важности использования светоотражающих элементов в одежде. На трассе «Казачий дозор» в деревне Горки состоялось первенство Ленинского городского округа по мотокроссу. Более подробно расскажет наш корреспондент Юлия Стаферова. Мотокросс – это гонка на специальных спортивных мотоциклах. Ее проводят на пересеченной местности по замкнутой песчаной трассе с препятствиями в виде крутых подъемов, спусков, поворотов, канав и трамплинов. Этим видом спорта могут заниматься даже дети. На трассе «Казачий дозор» в деревне Горки регулярно проводят соревнования. Самому младшему участнику всего 8 лет. Традиционно проводятся мероприятия по мотокроссу. И хочется пожелать вам успехов, чтобы вы прошли эту гонку без травм. Желаю удачных стартов и победных финишей. Детские кроссовые мотоциклы делят на два типа. Для начинающих. Они предназначены для получения первых навыков внедорожной езды. И мотоциклы, уже относящиеся к спортивному инвентарю. Все они сделаны специально для ребенка или подростка. Как известно, для победы важен не только железный конь, но и навыки самого гонщика. На тренировать и вырастить чемпиона – это труд очень большой. Как и в любом виде спорта, это огромное усилие и постоянная работа. Конечно же, очень много физической подготовки выделяем. Гонки на кроссовых мотоциклах – достаточно опасный вид спорта. Есть высокий риск получить серьезные травмы. Глебу Баринову только 12 лет. Несмотря на свой возраст, он не боится опасности. Просто нравилось, как взрослые дяди в соревнованиях участвовали и летали. Красиво было, поэтому выбрал. Родители, чьи дети научились ездить на кроссовых мотоциклах, поддерживают их увлечение. Я считаю, что мальчики должны участвовать в подобных соревнованиях, возиться с техникой, не бояться трудностей, преодолевать себя. Это всегда какой-то рост и стремление к победе. Этот вид спорта привлекает не только парней, но и девушек. Светлана Хасанова – одна из них. Любовь к байкам ей передалась по наследству. Ее бабушка в свое время ездила на мотоцикле. А вот сама Светлана стала заниматься ездой на питбайке на профессиональном уровне. В настоящее время она участвует в разных соревнованиях наравне с мужчинами. Очень хорошо относятся, поддерживают, во всем помогают. Чинят, мотики подкатывают, закатывают. То есть я проблем вообще не чувствую. Призеры соревнований были награждены кубками и медалями. Юлия Стаферова, Алексей Астафуров, Ольга Садовская, Видное ТВ. Юные хоккеисты из Видного успешно отыграли сезон и торжественно провели его завершение. В Ледовом дворце Арктика спортсменов ждал мастер-класс с действующим хоккеистом, а также веселые эстафеты. Обычно у юных хоккеистов плотный график. Четыре тренировки в неделю по два часа, из которых половина занятия – это упражнения, после чего игровая часть. Год плодотворных матчей по доброй традиции окончился праздничной тренировкой в честь завершения сезона. Очень важно проводить такие иногда развлекательные тренировки, мастер-классы, где можно как-то пообщаться друг с другом, с профессионалами, немножко даже потанцевать на льду. Ну и в конце, конечно, мы дарим подарки. Команда провели товарищеский матч «Дети против родителей». Молодые папы встали на лед и также участвовали в тренировке. Мамы же оказывали поддержку с трибун. Я постоянно при возможности прихожу его поддержать. Лично для моего сына важно, что ты сидишь на трибуне, смотришь, как он занимается, и это дает ему, наверное, еще какой-то стимул. Ну и плюс это праздничное, это завершение сезона, это посмотреть навыки, которыми они научились за год, тоже приятно. С такой поддержкой Николаю Крылатову действительно будет проще и приятнее играть в хоккей. Он признается, в этот вид спорта его также привела мама. Понравился хоккей. Смотрел, как играют профессиональные личности. Понравилось. Тоже решил попробовать, получилось. На матч был приглашен профессиональный хоккеист Иван Николишин. Он провел мастер-класс, а также показал красивый хоккей, представ в качестве участника одной из команд. Показать может на своем примере обыгрыше, какие-то советы, если они будут спрашивать, обязательно расскажу. Для них это все равно большое подспорье смотреть, куда стремиться и кем они хотят стать. Завершение сезона получилось ярким и запоминающимся. Впереди ребят ждут новые сборы и подготовка к следующим матчам. Инга Янчук, Алексей Астафуров, Ольга Садовская, Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok